В военной части по слонимам военнослужащий уронил гранату в окоп. Руководитель занятия в считанные секунды оттащил парня за пределы участка и закрыл его своим телом. Офицер получил незначительные травмы, солдат-срочник не пострадал. Сейчас старший лейтенант Алексей Харламов проходит лечение в госпитале. Военный альянс ОДКБ проводит последние приготовления к учениям «Боевое братство-2021». В маневрах примут участие более 5000 человек, около 700 единиц вооружения и военной спецтехники, в том числе мобильные бронемашины, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Пройдут они с 18 по 23 октября на полигонах Таджикистана. В Минске начал работу ковид-патрук. В его составе волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце». В столичных объектах торговли они напоминают посетителям о мерах борьбы с вирусом. С собой наглядная информация, брошюры и памятки. Также рассказывают о соблюдении масочного режима, где находятся ближайшие пункты вакцинации. Молодые люди прошли обучение и инструктаж. ГАИ проводят рейды, чтобы выявить бесправников и нетрезвых водителей. Во избежание заторов инспекторы останавливают машины для проверки на разных участках дороги. Если у кого-то нет удостоверения или есть запах спиртного, за руль сядет сотрудник, чтобы доставить на штрафтаянку. Санкции, к слову, немалые. С начала года по вине таких водителей погиб 91 человек, 350 получили травмы. Уже завтра, 16 декабря, Бобруйская Белшина встретится с футбольным клубом Крумкачи. Игра начнется в 13.00. Столичная команда отстает от шинников на 3 балла и имеет одну игру в запасе. Следовательно, Вороны – главные конкуренты красно-черных за выход в высшую лигу. Вороны – главные конкуренты красно-черных заходы.